Не дали нам посмотреть на главное меню, поэтому мы будем смотреть сразу на игру, очевидно. Но если кто и может все исправить, Джо, так это ты. Ну, в общем... Ладно, будем искать источник энергии. Только так и можно снова завести вездеход. Ой, что ты так тихо говоришь? Короче, не дали нам зайти в меню, как-то настроить звук, ничего нам не дали. В общем, для тех, кто не в курсе, игрушка Record Definitive, в этот раз Edition, это основная громкость такая интересная, да? Ладно. Когда-то, давным-давно, во времена выхода, в общем-то, Xbox One, если я ничего не путаю, вышла вот эта вот игра. Это была одна из самых первых игр для Xbox One. И ее показывали на Е3, она мне очень понравилась. И я очень хотела поиграть, но это был эксклюзив. Но, как водится, эксклюзивы на Xbox'е надолго не задерживаются. И, в общем-то, не так давно, может быть, где-то месяцок назад, эта игруля вышла на пекан. Выглядит она уже... Ну, она странно выглядит, скажем прямо. Это что-то вроде платформера, экшена, шутера от третьего лица. Короче, что-то с чем-то я... Что это? Будем смотреть. Будем посмотреть. Короче. Но геймплейные ролики в свое время мне нравились. Они прикольные были. Здесь у нас животинка всякая наша помощническая. Короче, андроиды умные. Так, ты умеешь забираться как-нибудь? Пока что посмотрим. Игрушка вроде как короткая, там, на 10 часов от силы. Плюс-минус. Подать большое препятствие. Нажимайте на А. Плюс А. Экзокаркас работает хорошо. Ускорители заряжаются как и должны. Хорошо. Девайный прыжок, короче. Стандартный. Замечательный. Ребят, вам игру потише, погромче на стриме не нужно сделать. Потому что мне что-то тиховато как-то. Может быть, у меня нет. Может, у меня и тиховато. Погромче? Да, мне тоже кажется. Так, ну давай общую громкость. Короче, на максимум. Правда, потом, мне кажется, орать будет. А что тут, кстати, есть? Это карта записи. Ну, фигня какая-то. Ой, подожди, здесь еще бестиарий. Заметки Джул. А, ну, типа обучение, да? Интересные заметки. Это прокачка, я так понимаю, да? Винтовка ржавая. Тихо, подожди. Значит, я ничего пока что не могу. Мак у нас вот такой вот. Ну, окей, ладно. Задача. Проснувшись от клея сна, Джул обнаруживает, что энергоснабжение ее вездехода по непонятным причинам нарушено. Она впервые выходит на поверхность дальнего Эдема и чувствует... О, господи, чувствует, господи. Господи, господи, господи. Следует за неизвестным сигналом, который, как она надеется, исходит от другого источника энергии. Сигнал ведет на вершину гранитных ступеней. Окей, ладно. Ну, полезли, поползли. Ух ты ж, едите. Нина Коленкова вместе с нами. Ой, куда он пропал? Вот и падальщики. Разобрали их дочисто. Это странно было. На музонку ли вы, кстати, да? На музонку ли вы, кстати, да? Не-не-не, давай. Таха запрашивает. Зачем я это делаю, если честно, я не знаю. Она, по-моему, не умирает вообще, в принципе. Говорят сейчас о богах. А как я понимаю вопрос? Непонятно. Спёсонька моя. Пилон. Крутись давай вокруг него. Собачка-то у меня умная, смотри. Я иногда замечаю такую фигню, что звук дёргается. Знаете, как будто бы на секунду так зависает и продолжается. Вот это бесит очень сильно. Большинство, глядя на изображение дальнего Эдема, видели только камни и песок. Но некоторые видели будущий рай. Так, вот это мы ползём. Чуть-чуть, знаете, напоминает такой, такого внебрачного ребёнка Horizon с Джорни. То есть песок, девка, роботы, провода. Осторожнее. Тут падать долго. Механический друг. Чуть-чуть бордер ландсом попахивает. Ох, я вижу. Смотрите на них. Смотри, 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 смотри. Я понимаю, что они механические. Но, блин, они от этого не менее мерзкие. Ух, 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 ух. Вот ты где. Давай вернём тебя в гнездо. Иди в гнездо. Как тебе взять? Или ты сам падешь? О, он сам идёт, смотри, он умный. Иди в гнездо. Не послушный. Мак, тихо. Ты это слышал? Идём туда. О, здрасте. Не стоило, да? Нервы. Слушай, он красивый. Мак, возвращайся. Куда ты полетел? Подожди. Мак. Нет, похитила ж дочку мою. Мак. Козявочка моя. Я иду, Мак. Пёсу похитили. Морраде. Сытный барьер? Что здесь происходит? Так. Я что-то в самое... Подожди. Спользуйте ЛС, чтобы передвигаться. Жмите. Ну так... А, я понял. Пёсу мою похитили. Ой. Не получилось. Но я выжила. Каким-то образом. Ау-ау. Так, ну ладно. А если... Подожди. Номер два? Так, ну давай. Надо было вот так. А я что-то прыгнула. Потом вот это. Так, наверняка за этой дверью. Не в том порядке, короче. Тихо. Если во время извлечения трос становится красным, ослабьте усиление, иначе трос лопнет. Попробуй еще раз. Есть сложности. Короче, это как... Мак. Я помогу, дружок. Старайся быть осторожнее. Здесь у нас друзей немного. Ну ты моя хорошая. С тросиком напоминает систему рыбалки в Старбивале. Стрелка пауки. Мы разбудили целое логово. Опять они. О, я могу еще и так делать. А зачем? Ты прикинь новой механикой, которую я открыла сама. Ну-ка, иди сюда. Отдай ядро. Так, Джул может приказать спутникам использовать мощные смертельные атаки. Нажмите Y, прицелившись во врага, чтобы использовать атаку Мака Рывок. Давай в отрез. Давай туда, Мак. Ну-ка. А, нет. Подожди. Да, из этих я не могу выдернуть. Потому что они синенькие. То есть только из красненьких я могу выдергивать. Или синеньких может только он умер шлять. Что-то я не очень понимаю. Так, нет, слушай, подряд много. Как-то странно сделать так. Ай, что? Перестуралься. Да, тихо, подожди. Да что не вытянуть, все вытянуть. До этого все вытягивалось. Нет, что-то не дает. Блин, это на драме это, слушай. Не надо. Ха-ха-ха-ха! Че вас так много-то, слышь? Сколько можно так? Не, короче, нужно до какого-то... Да, 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 вот именно вот это. Я понял. До единички, да? До единички здоровья. Тихо, че-то зависит. Да. Это последний. Ты видел каркасы, Мак? Они же все ржавые. Мне тоже не нравится, но надо идти дальше. Ух. Не, на боевочку, слушай. Тут пропал энергобот. Что же их всех так напугало, что они сбежали? Глянь. На боевочку прикольно, очень так... Бодренькая. То есть ты сперва и просто стреляешь, и прыгаешь, и вот этого делаешь. Прям как в Андромеде, реально. И собачке приказы отдаешь. И эту сильную атаку можешь использовать. Вот эту вот. Еще и выдергивать можешь. Блин, прикольно, слушай. Так, че там? Нажмите... Так, давай еще. Попробуй что-нибудь найти. Еще что-нибудь. Да, всем привет, ребят, кто бы нашел на стриме. У нас сегодня такой первый взгляд. Вот и все. Так вот. На рекор. Так, ну пойдем. Какие гусеницы? Так, ну пойдем. Да куда вы, ты? Хрен попадешь, слушай, в этих. Ядроботы гораздо умнее ядробайтов. Но и тех, и других создавали как верных защитников людей. Источник энергии выдает очень странные показания. Может, он как-то влияет на других ботов? Источник энергии вон там. Думаю, мой экстрактор Источник энергии в этой двери справится. Источник энергии в этой штуке щиты. Может, мощным выстрелом сбить? Ох, ты ж сраня. Нифига полздоровья сняла. Мощным выстрелом у нас в дополнительную рунбургам. Мы по этой мечтами нажимаем ТРБ, чтобы усилить выстрел. Ну, это мы поняли. Я... О, боженька. Офиг. А как лечиться-то, слышишь? Здоровье восстановилось со временем само и не заметила. Ох, какая прекрасная арена. Сейчас какой-то мега-босс-файт будет. Ой, ети-ейти. Так, ЛТ, чтобы захватить цель. Ну уже. Аккуратно. Ай! Черт. Черт. А-а-а-а! Черт. Ай! Черт. Куда? Продолжение следует... 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 при этом такое интересненькое. Ну, и опять же, это платформер экшеновый, надо не забывать. И мне кажется, это одна из, знаете, из тех игр, которая простая, но при этом в ней есть несколько прикольных идей, и которая большинству наверняка не понравилась. Но мне она понравится душой какой-нибудь своей, знаете, вот идеей, концепцией. Да я ж музыку потише сделала, что ты так орешь-то. Не знаю, я ничего особо нового прям мега-мега не жду от этой игры. Как бы бои наверняка в какой-то момент задолбают. Если их будет много. Но что-то, что-то есть такое, знаете, душенькое, душенькое. Потому что мир как минимум интересный. И мне нравится то, что здесь, повторюсь, мы только начали игру считать, да, сколько там, полчаса еще только прошло. Уже столько много врагов. То есть и всякие гусенички, и какие-то паучки, и вот то, и вот это. Это мы только начали. И в принципе, боевка тут довольно интересная. Зайдем внутрь, проверим, даст ли ядро энергии. Вездеход. Конец, начало. Чивка. Видите, вы иногда их все-таки не видите на экране. Они иногда есть в каких-то играх, а в каких-то нет. ХЗ, из-за чего так? Голос у героини... Это Нина Коленкова из «Тонгуски», если кто-то... А что, если так? Сейчас жуткую глупку все сбыла. Надень тряпочку на лицо обратно. Телевизор заработал. Если услышишь это до того, как уснешь, то сладких снов. Если нет, просыпайся. 200 лет уже прошло. Послушай, мне еще надо закончить здесь кое-какие дела. Но для меня ставили место в следующей партии на эвакуацию. Так что до встречи на Эдеме. Как и договаривались. Не волнуйся, Джо. Все ведь идет точно по плану. Я знаю, Мак. Тут ничего не идет по плану. Короче, мы начнулись где-то в разрушенном мире. Но посуди сам. Вокруг жопа. Пилон в соседнем секторе отключен. Теперь у нас есть энергия. Можем открыть ворота и посмотреть, в чем дело. В отчете сказано, что пилон отключен уже 96 лет. Так почему мы не проснулись? Едва начались проблемы. Мы же ближайшая бригада, да? Что стряслось, пап? Где ты? И где все остальные? Давай, Мак. Я тебя починю. А потом мы вместе починим пилон. Мне кажется, что героиня внешность у нее такая, ну, нестандартная, по крайней мере. Ну что, пошли в мастерскую, Мак. Знаете, ну как бы она рыжая веснушечка и вся такая прикольная. Такая кнопатая. Так, верстак. Это верстак. Здесь Джул может разрабатывать и устанавливать новые детали, менять сборки и улучшать своих ядроботов. Значит, их будет много. Изучайте схему и изменяйте сломанную модель Мака новой. Изучайте схему. Вот она, сломанная нога. Выбор схемы. Господи, как много всего, мать твою. Нажмите А, чтобы изучить новую деталь. Изучайте схему, потратить нужные. А, да здравствует Гринд. Получилось. Хорошо, мы изучили. Допустим. Теперь надо установить деталь на каркас. Нажмите Б, чтобы выйти из этого меню. Еще раз Б. И до работы. Нажимаем. Мак. Чтобы ячейку лапы. А, вот ячейка лапы. А, я вот, я понял. Вот. Во, моему ноги поменяли. Короче, как Оскару. Нажмите Б, чтобы сохранить изменение. Сохранить сборку. Сохрани на сборку. Это смотри. Видишь, он первый. Это получается здесь еще сколько вылетает? Раз, два, три. Ну, где-то еще четыре должно. В сумме пять, по идее, да? Ну, примерно. Либо четверо, либо пятеро. Ну, окей. А еще что могу? Я не хочу выходить из меню. Засуньте меня обратно. Новая схема. У вас появилась новая схема. Соберите нужный материал и вернитесь в кверстаку, чтобы звучать и установить. Хорошо, давай. Доступно снаряжение. Чтобы использовать его, воспользуйте расвестеран. Да что вы меня вытащили тогда из меня? Поможешь мне починить этот пилон? Меня из него, точнее. Так, этот, этот, что такое? Конденсация. Усиливайте своих ядроботов, соединяя с помощью конденсации их ядра с ядрами, извлеченными из врагов. Ну, вот, собственно. Также с найденными осколками ядер. Энергия, используемая для конденсации, бывает трех типов. Красный конденсат усиливает атаку ядер, повышая урон. Желтый усиливает защиту, повышая базовый показатель здоровья. Синий повышает энергию, ускоряя восстановление смертельных атак. При получении ядра ботом нового уровня... Господи, сколько тут всего... Не, ну вот механики тут клевые. То есть, серьезно, столько клевых идей, на самом деле. Улучшайте свои ядра с помощью вражеских ядер и осколков традота. Внимание, показатели атаки, защиты энергии в карточках. Сописание ядроботов состоит из суммы соответствующих показателей ядер. Хорошо. Так, маг, что я могу с тобой сделать? Зарядить полностью. Их, у меня ноль, всего ноль, короче, я не понял. Допустим, ладно. Запас, что это? Содержимое инвентаря попадает в запас. Здесь можно объединить материалы, чтобы получить высококачественные их разновидности. Господи. Или разъединять материалы, чтобы получать разновидности ниже качества. Едите, ты же обосрад. Так, вот это мы могли бы изучить, но нам не хватает барахла. Голова не хватает, лапы есть. Еще одни лапы. Ну смотри, какие мощные, да? Красные мегалапы. Мне нужен изношенный серверный привод. Изношенные клапаны для вот этого вот. Изношенные провода. Почему изношенные? Если я хочу из новых. Всегда печально, когда какие-то игры недооценивают. Разрабы же старались, делали. Не, здесь очень много клевых идей. Я говорю, есть такие игры, они не идеальны. То есть они чаще всего проигрывают по сравнению с какими-то другими у большинства. Но в них есть что-то такое. Ну это голову ему, смотри. Пеппере это самое. Поменяли, сохраняем. Глава вроде нормальная, да, по сравнению с предыдущей-то? Ну смотри, ужас какой. Сохранить. А что я не могу сохранить-то? Я же нажму и сохранить. Я не понял. Так, я не понял. Почему я не могу сохранить? Я нажму и сохранить сборку. Но при этом... Я застряла, короче. Да я не понял. Подожди. Вот она голова. Я ее вставлю. Выхожу. А, вот. Вот теперь написано. Для сохранения этой компоновки нужно 500 веретен каких-то. Придется изменить сборку или отказаться? А, ну ладно. Все, вот теперь понятно. А до этого было как-то непонятно. Да, ребят, всем привет, кто подходит. Добро пожаловать. У нас сегодня первый взгляд на вот это вот. Новая текстовая запись. Так. Какая где? Заметки джул. Я, да, ну это обучение. А, вот, смотри. Поздравляем, вы стали... А как мотать? Непонятно. А как мотать вниз? Ясно. А если мышкой? Поздравляем. Вы стали одним из пионеров дальнего Эдема. Как известно, отбор производился по результатам большого конкурса. После добровольного вступления в ряды колонистов вы прошли интенсивную тренировку. И правление мандата считает, что вы готовы выполнять свои обязанности на посту техника пилона для изменения атмосферы. Сектор 512. Это они, получается, колонизируют планетку, да? Ваше пробуждение от Криосна заплани... Короче, Дромеда. Пробуждение от Криосна запланировано на ремонтную смену 3 Дельта. Или раньше при возникновении несчастного случая, требующая применения ваших навыков. По завершении смены вы вернетесь в Криосон до завершения процесса реформирования. В связи с непостоянностью циклов сна вам будут сообщать об изменениях в работе через аудио и видеозаписи, не идущие в режиме реального времени. Разумеется, все сообщения с Земли будут доставляться с большой задержкой, поэтому для выполнения своих обязанностей вам почти наверняка придется проявить самостоятельность и смекалку. Если не будет преувеличением сказать, что от вас зависит судьба проекта Дальние Демо, значит и судьба всего человечества удачи и всякое такое. В отличие от большинства колонистов Дальнего Демо, вы, Джул Адамс, являетесь дочерью прославленного и очень уважаемого ученого мандата доктора Томаса Адамса. Почти как Дуглас Адамс. Как-то вот странно, что вот это смешано с обучением. Мне кажется, это плохая идея была так делать. Синие ядро. Подходит любознательно смело девушке Джул. Так, хорошо. Это конденсация, схемки. Барахлишко, веретено. Богатые энергии кубики, сделанные из природной жидкости Дальнего Демо, называют веретенами и используют для питания ядроботов и разных устройств. Например, инструмент на вашем верстаке. На сборку каждого элемента каркаса расходится определенное количество веретена. Тра-та-та, хорошо, мы поняли. Материалы. Допустим. Уедить. Вездеход. Та-та-та. Вездеходы чрезвычайно прочны. Тра-та-та. Ну, допустим, ладно. Передача запаса. При каждом входе в вездеход ваши ядра, осколки и трофеи автоматически переносятся в запас вездехода. Запас можно проверить в любое время, использовавшись верстаком. А, вот, теперь появилась, смотри. Да иди, ты издеваешься надо мной? Это, знаете, такой база такая будет. Где там это был-то? Нет, я не тут делала. Подожди. Или где я это делала? А, вот, смотри. Один из двух. Ну, допустим. А где это было? Ой, ой, я случайно. Ну, ладно. Так, ну, давай попробуем. А. Ну, допустим. А так, повышен энергия чуть-чуть тоже. Ну, что-то я его... Знаете, что напоминает? Третью паразитку. Там, где нужно было делать всякие цепи. Ну, это, конечно, немножко не то, но... Смотри, какой он у нас уже. Руки у него вон красные теперь. Такой весь клевый. Да, там, по идее, будет несколько роботов. Видимо, мы будем их как-то менять. То есть, решать, с кем мы пойдем. На охоту, так сказать. Или мы сможем их как-то вместе. Они с нами будут бегать, я не знаю. Что, вряд ли, с нами целая армия будет бегать, мне кажется. Ну, будет наверняка легкий, потом какой-нибудь танк. Что-нибудь такое. Возможно, да, летающий какой-нибудь. Потом какой-нибудь длинный, быстрый. Еще что-нибудь. Короче, такая, знаете, игрушка-полупесочница. Вот ты локальная так. Господи, я сейчас всрала так вообще. Такое локальное приключение. То есть, ты где-то оказался, и тебе нужно решить проблему, и ты ее решаешь. То есть, такая кустарная задача, знаете. Такое локальное приключение. Ой, я хотела в этого, но он умер уже к этому моменту. Не, боевка тут прикольная, мне нравится. И музыка очень приятная. Она, конечно, одна и та же каждый раз, но она настолько хороша, что это не напрягает, если честно. Crimson King, привет тебе. Такая чудовая. О, это веретено вот это, да? О, хорошо. Ну, короче, я так понимаю, здесь фарма будет до хрена. Монстры постоянно вылазят. Фарми, фарми. Убивай нас. Так, ну, допустим. Так, я вижу там на стене. Арман, привет. Вижу на стене. Штучку. Блин, что там вылезло? Отдай веретено. О, они желтые какие-то, смотри. О, вау, вау, вау. Что это, что это, что это, что это, что это? Что это, мама? Так, это что-то не по уровню, по-моему. Летить. Это что такое? Нифига нагнули. Подожди. Не-не-не-не, я понял. Я понял, я понял, я осознал. До свидания. Ой, слушай, ну это просто вход в этот самый... Как же они назывались-то? Horizon. Не горные, а как они? Как они? Котел. Вот, точно. Смотри, очень похоже. Так, ну давай. Слушай, интересно, здесь можно на английское озвучку переключиться? Замок Венезина. Я сейчас помню. Надо сейчас зайти. По-моему, на стройках не было английской озвучки, да? Мне просто интересно послушать ее голос в оригинале. Дальний Эдем был ближайшей к нам планетой с атмосферой, как у Земли. Не идеальный вариант, но с явным потенциалом. А что тут так? Все белым. Белота. Так, ну что? Сейчас, подожди, не ори там. Первый процесс. Инверсия, чувствительность. Мне просто интересно, какой у нее голос. Ну, по-моему, здесь ничего такого не было. Здесь только субтитры. Ну, не здесь я. Ну, ну, ну ладно. Это знаете, когда тебе не разрешают выбрать озвучку в играх? Вот, блин. Я заплатила полностью за игру. Я хочу выбрать озвучку и идти. Алло. А что нет? Да куда ослаблять-то уже? Э, кто это делает? Какая сволочь? Это ты? Ой, желтый фенит. У нас стоит. У меня нормальная игра работает, да. У нас запустилась. Нормально. Ну, то есть никаких шуманств. На ультрах вон играем. Хотя тут такой графон, что, честно говоря, не бросается в глаза. Мне кажется, здесь еды работы тоже злые. Что это? Ультра? Ну, с другой стороны, мне кажется, это еще частично из-за стилистики. То есть здесь нет как такого какого-то мега-сглаживания. Здесь все упор, знаете, на такую легкую комиксовость, что ли, даже. Ну, или мультяш, ну, вы поняли. Пилон вышел из строя. Я знаю, Ман. Надо дойти до пилона, пока Боря не началась. Вот еще Боря будет русской. Так. Далечу ли я до туда? Это центр управления пилоном. Ну, или то, что от него осталось. Не понял. А, здесь боевая музыка поменялась, кстати. По-моему, да? В зависимости от локации, наверное, они еще не имеются. Кто там бухтит на меня? Не, музня в этой игре клевая. Да вообще игра прикольная, слушай. Наверное, от нее ждали там просто как обычный, знаете, это бывает чего-то там. Это каркас и пес? Я таких ботов еще не видела. Ай-яй-яй. Ой-ёй. Ну, плюс еще, наверное, здесь фарма довольно много. И люди, не привыкшие к этому дерьму. Вот эти альжер-погэшников. Они, наверное, это тоже не очень полюбили. Но это можно понять. Как раз таки. Так. Вон еще. Так, там вроде нет. Хотя нет, даже что-то сверкает. С этой стороны. О! Ага! Ну, блин, в той же Хорайзен надо было фармить. Так, на секундочку. Сейчас все игры, блин, в открытом мире там надо фармить. Это, конечно, проблема повсеместная в последние годы. Тихо, подожди. Новое подземелье какое-то открыли. Еще подземелье? Туда можно ползти? Или что это такое? Аудиозапись. Ой, ой, мы что-то... Едите, сколько мы пропустили. Да, господи. Ой. Николис дарит подписку мистеру Миднайту. И это первая подарочная подписка от Николиса. Спасибо, Николис. За поддержку. За продвижение борщанинов в массы. И мистер Миднайту поздравляю тебя. С борщом. Слушайте, давайте ради любопытства попробуем сходить за аудио. Что там? Кто там? Кто тут? Ой, это я зря. Кто там? Кто там? Кто там? Позвольте-ка. Ой, такие, знаете, классические вот эти сундуки, блин, сразу вспоминается какая-нибудь там первая фейбл, что-то такое, знаете. Ой, мини-тропик, привет тебе. Давай, пожалуй, слушай, сколько барахла нашли. Класс. Естественно, а есть какое-нибудь быстрое перемещение к нашему домику? Блин, собачки, конечно, тут. Блин, что-то я мимо. Ух! Не расстрел, не расстрел, где? Ай! Вот дается, мразь! Ой, зачем я это жму? Подожди. А, поздно. Я хотела из нее вытащить, но что-то поздно я это сделаю. Кто-то изменил их каркасы. Но зачем? Хороший вопрос. Барахлишко. Так, это я сейчас где? Где-то вот тут запись должна быть. Аудио какая-то. Так, я оттуда не допрыгну. Че, чатик? Как тебе игра? Так, как я там запрыгивала-то туда? Вот так вот. Вся фауна робота дает. Скорее всего. Ну, как и в Хоразине. Ну, хотя нет, в Хоразине были всякие енуты. Найс игра. Воню вообще, не могу отрываться. Хорошо. Так, где-то вот тут. Подожди. Подожди. Да я... Да я моя. Подожди. Где-то вот там, что ли? Подожди. Слушай, я по проводу, интересно, могу пройти? Класс. Понятно, что рутина есть, но концепция, как ощущается, прям ням-ням. Да, мне очень нравятся идеи. Ой, только он бьет, зараза. То есть много новых, необычных идей. Игрушка воспринимается свежо. Перед Хоразином она бы еще свежее воспринималась, конечно. Но, тем не менее, даже после Хорайзена, то есть, прикольно. С учетом того, что это игра, когда там Xbox One-то выходил? Овер дофига времени назад. Так, мне кажется, это надо с той стороны делать все. Не, на это Китти, я вижу, что тебе не нравится, и я вижу, что Лене не нравится. Ну, ты такие игры, как бы, особо и не любишь, в принципе, поэтому я уже как-то привыкла. Так, слушай, я что-то фигню начинаю делать. 2006-й, Xbox One. Ты что-то несешь? Не может быть такого. Запись внутри. Так, я понимаю, что она где-то внутри, но я не понимаю, где именно внутри. Прямо вот в этом вот здании, но, может, там где-то вход, нужно же войти. Так, подожди, как я там забиралась-то? Подожди. Ой, господи! Я же как-то это делала. Я не могу сделать уже простую вещь. Не-не, я же говорю, Xbox One, господи, ты что-то не слушаешь меня. Вот Sony вышла четвертая, и Xbox One. Вот это была игрушка, и одна из первых для Xbox. Так, где-то вот... Вот как будто бы вот здесь, где мы были, на самом деле. Подожди. Ну, тут ее вроде нет. Может, это вот это? Да нет. Ладно. Черт с ним. А это... А че ж я их не ломаю-то? Золотая жила, блин. Что тут у нас? Запись. Нет, запись в другом месте должна быть. Тайник с запасами. О, схема головы. Отлично. Так. Запись. Блин, слушай, она как будто бы где-то вот... Прихожай, короче, где она. Здесь наверняка половина истории... Ну, 50%. Где-то есть. Наверняка где-нибудь 50% истории здесь будет рассказываться через бумажки, через все вот эти записки. Ну, никто не любит это дерьмо собирать, понимаешь? Типа, фу-фу-фу-фу, я че тут буду бегать, собирать. Никто этого не делает. И поэтому, наверняка, половина истории не узнают. И не проникнуться. А я люблю такое собирать. Мне иногда, конечно, тоже бесит бегать, ползать. Че-то там по сусекам скрести. Но в таких игрульках, знаете, неспешных, потенциально. Где упор на исследование, опять же. Это как бы must-have. Вообще, мы вот это все сломаем. Ох, прости меня, мой маленький милый друг. Пойти. Видите, еще слева нарисована собака? То есть, ты сюда... Иди с собакой сюда, короче. Здесь нужна собака. Ты в этой локации без собаки не пройдешь. Видимо, в какие-то локации нужно будет с определенными роботами ходить. Вот, например, придешь такой, опа, здесь не пройти, допустим, без какого-нибудь танка. Приходишь в свой этот домик, меняешь робота и возвращаешься. Пилон 512. Игру делать начали в 14-м, недалеко от старта бокса. Тогда же ее и рекламировали как одну из первых. Но сделали аж к 16-м и пересдали в 17-м. Вот. Ну вот, я и говорю. Что тут есть? Так, найдем управление пилоном. Проверка состояния. Узнаете, почему пилон не работает? Слушай, а тут красиво. Попахивает серьезно Андромедой и котлом из Horizon. Ну, что-то, знаете, что-то средненькое. Ой, вибрирует геймпад. Еще один телепорт. Как у нас в вездеходе. Давай проверим. Телепорт. Эти самые телепорты. Собственно, быстрое перемещение. Вот. Вот он ответ на мой вопрос. Похоже, что-то застряло в буфере памяти. Что-то или кто-то. Святое проядро. Меня зовут Джул. А тебя как? Виолетт. В1-0-Л3-Т. А. Так это ты блокируешь телепорты. Ну зачем? За революцию! За отца нашего Маркуса! Допустим. Ну, блин! По-моему, у этой Виолетт не все винтики на месте. Ну, блин, ну клево же, злыши. А ты не хочешь пойти с нами? Ну, наверняка она, кстати, с нами будет потом ходить. Первые зонды нашли на поверхности дальнего Эдема залежи редких ископаемых. Мы подозревали, что под землей найдется еще больше. Подожди, я вижу. А, это паучок. Ну ладно. Ой. Ну, они вроде меня не атакуют, просто ползают. Так. Нет. Ясно. Что-то, рикошетом убьет. Нахрен. Что-то, мне кажется, так просто нам не дадут его взять и запустить. Здесь есть какие-то бочки, типа. Пахет плагиатом со вселенной Соника. А ты выучишь, что такое плагиат? Прежде чем так говорить. Мне бесит, когда... Плагиатом называют то, что им не является. На идее плагиат не распространяется. Видимо, одного ядра недостаточно. Чтобы перезагрузить пилон, надо больше. Ой. Я вам даже больше скажу. Если будет игра, в которой будет какое-нибудь доисторическое время... И в виде фауны будут роботы бегать? Ну, примерно, как вот в этой. Это не будет плагиатом с Хорайзом. Иди сюда. Да. Ящики ломают. Да я знаю. Просто некоторые ящики тут от них отскакивают. Извини за тот раз. Я долго готовился к твоему отлету. Но, когда корабль наконец улетел, я так не плакал с тех пор, как умерла твоя мама. Понимаю, что не могу говорить с тобой напрямую, и ты уже приуснил. А даже если бы ему. Чем дальше-то от земли, тем тут же связь. Вот я и подумал. Запишу несколько сообщений, а ты послушаешь, когда проснешься. Они такие полуофициальные, полуличные. Ну, хватит, а то скажешь, что твой старик раскис. У нас много работы. Проводим исследования. На кону успех проекта «Дальний Дэм». Я сделаю все, чтобы поддержать тебя и других героев на этом корабле. В том числе и Мака. Надеюсь, он сейчас спит рядом с тобой. До встречи. Я люблю тебя, детка. Мне, кстати, нравится, что, когда запись воспроизводится, остальные звуки приглушаются. То есть ты можешь слушать запись спокойно, и при этом сражаться тебе не будет некомфортно. Так. Ну, я поняла, но чего вы это не хотите? Открываешься? Нет, очевидно. Так, допустим. Ладно, где-то еще там открылось. Да-да-да-да. Ломайся нахрен! Здесь и так ничего не работает. Подумаешь. Так, вот дом открылась. И там, в принципе, открылась. Пойдем сперва туда. Коль нам туда показывают, туда и пойдем. Не будем пытаться обмануть игру. Игра явно знает лучше. Ты кто? Смолик смотри такой. Лицо такое. Так, вибрирует что-то все. Очень страшно. Так, так, так. Тайник с запасами. Кстати, у меня же собачка умеет искать. Сейчас что-то будет. Лучше не винтовки. Нажмите вправо, чтобы перевести винтовку в красный режим стрельбы. Обстрел. Еще и режимы стрельбы. Ну, слушай, ну вообще огонь. Обстрел цели, совпадающим с ней цветом, наносит больше урона. О, офига себе. Блин, ну клево же. Боже, ну слушай, ну столько механик всяких разных. И при этом все под рукой, как-то все интуитивно, понятно. Здорово же, но... Да хватит! Ой, зря, зря, зря я хотела извлечь. Нужно использовать тот же цвет, что у них на ядрах. Да, есть такое. Блин, я... Последний момент хотела нажать, но не успели. Мощный выстрел. Это я уже понял. Ай, сволочь, мешаешь мне. ЛТ прикл. Стреляйте в него соответствующим цветом. В прикл. Вот, это обычный, это красный. Наверху наверняка будет желтый, потом синий. Смотри, помните, у нас там были же желтые враги? Видимо, мы желтенькое потом еще найдем. О! О! Так. Вот еще ядро. Надо только придумать, как открыть гнездо. О! Загадочки. О! Эта пластина, видимо, связана с гнездом. Но в ней нет энергокапсул. Типа. Ядик! Ядик! А, еще нет? Все равно не вытянуть. Да все вытянуть! Без труда не вы... И выдержь ядро из бота. Из бота. Так, а синего-то цирка ковырял, да? Ух ты, угуничка моя. По Файндер, ну, не знаю. Так. Вот она воткнулась. Что-то воткнулась. Не фиг знает, что это. И что? Непонятно. А, ну, ну вот. Все понятно, подожди. Или нет? Мне непонятно. Так, ну, она еще закрыта. А что, ну, воткнул уже вроде, да? Вот сюда встал и все. И что? Ладно, неважно. Пойдем еще погуляем. Не, игрулька прикольная. Не нравится. Она, знаете, она побуждает очень приятные чувства, схожие с теми чувствами, которые я испытывала, когда я играла в ремейк Рэчд Кланг, который вышел на старте практически тоже, ну, почти. ПС-4. Кольцевые боты. Они помогут мне попасть на ту сторону. И вот ты тоже бегаешь, что-то прыгаешь, стреляешь. Мечилово. Мечилово, господи. Мочилово. Вот это все. И при этом какие-то шпунтики летают вокруг тебя, присасываются к тебе, вот как здесь. Вот такие же ощущения. Поэтому я вот жду примерно того же от этой игры. Наверное, как вот от рачатой кланка. Что будет весело, прикольно. А, нет, стоп. Восстановить ускорение. Я что-то не заметила. Я поняла, что это должно восстановить ускорение, но что-то оно не сработало. Здесь есть клананта? Пока что нет. Мне кажется, здесь прямо такого главнюка не будет. Здесь скорее сама ситуация будет, с которой нужно разрешить как-то вопрос. Прохождение будет? Ну, не знаю, пока что мне нравится, я думаю, да. Она вроде еще и недолго, а почему не пройти? Так, ну давай. Ну, отлично. Уй, блин. Так, что там, я когда-то иду, иду. Так, здесь вроде больше ничего нет. Ладно, пойдем дальше. Так, вибрирует. Что такое, слышишь? Не надо. Так, раз, два. Так, раз, два. А, вот он один встал. Это, видимо... А, я понял, что это значило. Раз, два, три. Ну, пять, короче. Так, сколько у нас? У нас трое только. Какого хрена? А, кстати, открывайся. Так, схему, отлично. Это мы отсюда пришли, наверное. Ну, вроде все, да, получается. Здесь, по крайней мере. Там еще что-то. Так, ну-ка, давайте. Так, где еще двух мне отковырять? Где-то, где-то, где-то. Хрен пойми, где? Так, ну, туда мы сползли. Еще вот там вот какая-то дверь. Ну, что это такое? Либо они где-то там шкерятся. Я их просто не нашла. Ладно, давай еще раз. Так, а что тут, кстати? А, вот он один, отлично. Чувствую, что это вот это вот. Так, ну отсюда мы перепихали. Где еще? Вон он. Так, и как бы вот это вот... Так, сейчас, подожди. Тихо. Растай. Давай. Теперь надо извлечь ядро. Извлекай. Извлекай полностью. Прикольно, что даже финти плюшки в очередном замке по пути сюжета. Не просто рандомные камушки, а ботики веселые. Что за тобой бегают и в сами слот влазят. Такого разнообразия здесь чувства не хватает. Да. Здесь, ну как-то, блин, здесь приятно. Здесь сюжет такой. Вот, как сказать. Есть всякие роуд-сюжеты, да? Где герои куда-то идут. И где сюжета, по сути, такого нет. И где сам сюжет, это то, что происходит с ними по пути. А есть вот сюжеты, где есть какая-то цель итоговая, да? Как где-то там впереди. И пока ты к ней идешь, ты много всякого разного барахла делаешь. Делаешь одну какую-то задачу. Возникает еще пять. И вот это все накапливается, накапливается. Из этого получается геймплей. Есть вот. Это просто игра такого типа. Если вам такие игры не нравятся, да? Как бы смысл вам там как-то обсирать. или говорить то, что... Ой, вот эта игра не такая, как вот та. Ну, блин, а кто спал, что она должна быть? Я просто представляю примерно, какие тре... Ой, господи. Претензии были к этой игре у людей. Не то, не то, не вот этого лео. Лео, извлекай. Здесь ты еще не один бегаешь. В таких играх может стать немножечко скучно, если твой персонаж постоянно молчит. И то как бы не факт, в зависимости от того, как подается. А тут твой персонаж бегает как бы не один. У него друзьяшки. Вон еще роботы прикольные, милые, клевые, классные. Это добавляет приятностей. Так, теперь вниз туда. Хотя, не, подожди. А, ну да, мы же теперь можем открыть. А там что, подожди. Там что-то страшно. Нахрен. У меня претензия только одна. Чтобы попасть к финальному боссу, нужно фармить ядра. И об этом узнаешь прямо перед ним. А до этого где-то 7-8 часов идешь по сюрре, ты не напрягаешься. Какого хрена ты мне говоришь про финального босса, когда я только в начале игры кинг-конформисту? Тебе же туда ела, что ли? Ты не знаешь, что ли, что я такого не люблю? Вроде давно на канале. What the fuck ты делаешь? Ух ты шума. Ну, какие красивые кристалочки. Здравствуйте. Ой, у меня же красная. Да, куда ты пререгаешь, блин. Ой, ой. Ой. О-хо-хо-хо-хо. Какое-то быстрое извлечение. Что это было вообще? Фух. Да что ты лезешь-то, ну? Так, дожди. Здесь что-то вибрирует. Хм, ну ладно. Так. Здесь можно пройти? Да, можно пройти. Только бы хорошее. Допустим. Ну, хорошее или нет, мы узнаем потом. Ох, сейчас больно будет. Тупик. Или нет? Ядро должно быть где-то здесь. Сможешь найти, Мак? Вот я, кстати, знаете, сейчас вот смотрю на нашего дружебана металлического. И было бы здорово, если бы у Элой во второй части появились тоже такие приятели. Хорошее. Единственное, что меня немножко напрягает в подходе к музыке, то, что иногда музыка очень резко сменяет другую. Какая-то одна. Сейчас тут уйдем, там... Что-то там, знаете. Вау. Бывает такое. Поплавнее бы как-то сделать. Было бы лучше. Да ладно уж. Вот, видите? Какого хрена? Какого хрена? Вот здесь тоже. Подожди. Что-то, по-моему, вот это вот... Оно, может, залагало или так и надо? Может, оно так реагирует на врагов? Я не знаю. Мне еще нравится, как песок. Прикольно. Очень приятная графика. Она реально напоминает графон на эти речи-то и кланка, но только с более реалистично выглядящими персонажами. Ну, то есть, человекоподобная девочка. Хотела бы реактивные сапожки. Если бы они не оторвали мне пол тела, и если бы они работали так же хорошо, как эти... Это почему нет? Все же до магазина так вот так вот, до книжек. Идеально. Мопед летающий сел, полетел. Классно. Господи, когда придет будущее, до которого я не доживу уже? Хе-хе-хе. Человекоподобная девочка. Ну, ты ж понял. Ох, ты ж, боже мой. Последнее ядро у этой штуки в голове. Прямок, мак. Это что такое? Желтое поле, а у меня ничего нет для него. Че-то сейчас будет, боже мой. Ай. Че ты пина, баран несчастный? Я аж прыгнула и даже отлететь пыталась. Че, пофармим, по ходу дела. Хе-хе-хе. Мы его победим, только если вытащим ядро. Да ты шо? Ох, сколочка. Ай. Макс, вди он! Ау, 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 бьет, убьет, 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 че еще сволочи? Ау, ау, ща запинают! Запинали! Блин, офигеть. Первая смерть. Ладно. О, кстати, от этого маминка сходит. Хорош! Да, блин, она просто еще в анимацию, если входит, то все, хана. Из нее пойди, выйди, блин, из этой анимации. Покажи, макс! Сюда! Да, а, а. Да отвали ты, господи, дай ты выйти отсюда. Неудобно же жить-то так. Че-то сейчас будет. Ой, ну как вовремя. Да отвали ты, баран несчастный! Слушай, он просто преследует меня. Не успеваешь приземлиться, как вот это вот. Хорош! Так, щас с тобой. Да ладно! Блин, офигеть, что происходит! О, боженька! Слушай, это непросто. Они еще так подлавливают как-то меня в самый неудачный момент. Как у них это получается, а? Блин, еще, просто понимаете, я прыгаю. И они все равно меня зудевают анимациями. Ты же сраненький. Офигеть, блин, я еще промазала. Так, ладно. Блин, положила мою собачку. Градина. Не, ну я не говорила, что игра легкая. Я говорила, что она простенькая в другом плане. Падла. Давай! Блин, посмотри, сколько у него здоровья на самом деле еще. Просто овер дофига. Давай, блин, посмотри, сколько у него здоровья на самом деле. Давай, блин, сволочь. Давай. Лечится, скотина! Узвемость к извлечению ядра! Ядро! Не из этого! Из того! Блин, скотина, как? Еще в эти маленькие... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Желтая говнина Не-не-не, дерьмо Ааа, мешает, мешает, гадина мелкая Да я пытаюсь извлечь, но они мне мешают Как? Они появляются именно тогда, когда эта мразь начинает лечиться И я пытаюсь И мне не дают What the fuck вообще? И когда мне успеть это сделать? Я не понял, что это момент Не, ну то есть, ну когда Он только встает в позу, типа все, вырывайте из меня И эти появляются И че ты мне предлагаешь? Давай, зимит это сраное ядро Че-то происходит странное, слушай Я че-то не поняла Момент Не понял, короче Этот вот сам себя лечит Да он сейчас вылечится полностью, гнида У него уже пол здоровья, смотри Че не так-то, слышь? Ай А кого хрен он сам себя лечит? Слушай, ну это нереально Нет, ну реально Ну только я не понимаю, в какой момент нужно выдирать ядро Потому что когда он начинает лечить, не выдрать Когда у него просто что-то там Вот это вот тоже нельзя выдрать Когда выдирать-то, блин? То есть когда серенькая, понятно Ну блин, как только у него серенькая Он начинает лечиться А как? Видишь, че происходит? В какой момент? То есть когда у него синее Я не могу выдирать Потому что у него слишком много здоровья Когда у него становится белое, как я понимаю Ну вот с белыми треугольниками Когда совпадает Я не знаю, где там про какие треугольники речь Но суть в том, что вот Да дайте выйти, мрази! Ну как только у него белеет здоровье У него вот этот вокруг него белый щит И все, я не могу Да сейчас еще запинают меня Ну охренеть Слушай, че я? Подожди, я не понял Попробую красный Красный это, блин Это ж пушка А не Крюк мой Блара Крофтовский Это ж не то Просто еще прикол в том, что Когда у него щит Вот этот белый Я через... Да хватит Я через щит не могу Она что-то там рукой машет Но не может пробиться Скажем так Ну убей меня еще Отдай Отдай свой... Не ты, не ты Вот, 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 вот Точно Сейчас вот Слушай, это надо просто Получается успеть Он открывает реально По-моему роту свою Но вот эти сволочи мелкие Мне мешают Так, сейчас надо от них избавиться Он буквально секундочку Маленькая миллисекундочка Он рот открывает Да хватит Вот, вот, вот сейчас Вот сейчас было, но Что-то она про урон начала говорить Короче, да Нужно снять максимально А потом вот Когда он на секундочку Маленькую Такой открывает Свою носу Роту и вообще Вот сейчас Вот сейчас Давай Или нет Да было же Ну было же Открыто Без щита Ну алло Я не понял Ну было же Открыто Едите Ну женщина Блин, слушай А что это так Не просто Может это Знаете Я что-то Не в то Не в то время Дела Может я его В десять раз Уже могла бы Заковырять Или что Но это не может быть Так сложно Это гребаный Первый босс What the fuck Ай, ай, ай Давай, давай, давай Нос Вот, давай Вот он Вот сейчас Давай, давай Нет Слишком Рано Как будто бы Где там эти Треугольники Блин, белые Я не понимаю Про какие треугольники Речь Ай, ай Нет, нет, нет Нет, ну те Кто играл Они вечно Вот когда нужна помощь Они молчат Понимаешь Ну так всегда Это классика Жанра, блин Когда от них Нужна помощь Их нет Зато мы спойлерим Блин Как нужно К финальному боссу Пройти Нужно вытащить ядро Она типа дольше Вытаскивается Из белой фазы Спасибо Ну я как бы В курсе Что нужно Вытащить ядро Но в белой фазе Мне мешает Это сделать Щит Ты думаешь Я бы не вытащила Блин Это чертовое ядро Если бы я могла Она то этого не делает Кто еще что-то Блин Что ты делаешь Все врывают ядро Я тоже пытаюсь Но она все равно Почему-то не хочет Этого делать Я уже увидела Да То что там Открывается До появления щита Давай Вот Свершилось Вот Успела Давай Давай Скотина Давай Да Детка Господи Наконец-то На третью На третью Попутку После того Как я заметила Что рота Открывается До щита Слава богам Ну пипец До этого я точно так же Я вот когда увидела уже Я начала подбегать Нажимать И она ничего не делала Все равно Я не знаю То ли далеко было То ли чего еще Блин Ну слушай Это непросто Это такие тайминги Жесть Это тебе еще мешает Мелочь пузатая Которая бегает Если она бегает вокруг Жесть Офигеть конечно Не ну челлендж С другой стороны Слава богам Наконец-то Да не говори Вообще Это первый босс Понимаешь Всего лишь Ой Жесткоть Ремнокс С подписочку тебя С одиннадцатым месяцем Еще Слушай Еще месяца Ложка Личная ложка Там просто Еще когда скачешь Пойди Разгляди Что он успел Роту открыть За несколько секунд До того Как появился Белый щит Ой Про какие белые Треугольники Речь шла Я честно говоря Тоже Все еще не поняла То есть просто Когда мало здоровья Как и с остальными Неписями Ну как Неписями Врагами Какие там белые Треугольники Сейчас я только Награжу себя Напитком Что там Где там Сзади Открылось Ну ладно Ой Жизнь Конечно Так Сейчас я Глотну Водички Ой Ну это Прямо Испитание Ой Ходненько Конечно Так Ну ладно Шурткаты Напомни Как там Работают Телепорты Ага Выбрать Телепорт На карте Перенесешься Туда Найдешь Новое Откроются Новые места Ясно Поговорить Че поговорить Сделаем Не 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 Отмена Подожди Я хочу По красивому Выйти Как надо Потом Телепортироваться Будем Хотя Может Надо Телепортироваться Было Интересно Если я Первый раз Не Использовала То есть Оно Как Оно Активировалось По идее Должно Было Потому что Оно Вот Это Сейчас Короче Тогда Зайдем Обратно И телепнемся Через Телепорт Куда Нибудь Я просто Думала Сейчас Я выйду Там Какая Заставка Может Хрен Там Блин Ну Сейчас Мне Загрузку Туда Загрузку Сюда А Нет Заставка Нормально Смотри Мак Буря Сдвинула Целую Кучу Песка Новая Локация Как Странно У меня Сигнал Со старого Аварийного Маяка По ту сторону Ворот Наверное Буря Блокировала Сигнал Пошли Мак Посмотрим Что там Опа Опа А вот и Главгат Кто заказывал Виктор И Ишка Короче Злобная Какая-то Прокачанный Чувак Мир Дальнего Эдема Пески Отступили Открыли Вам Новые Приключения Теперь Вы можете Исследовать Все Закоулки Планеты Открытый Мир Носите Скрытые Подземель Где ждут Самые Опасные Враги Самые Ценные Сокровища Получить Схемы Опыт Материал Для Работы Ядра Побеждая Вражеседемных Ядроботов Улучшать Своих Компонентов На верстаке Вездеход Мак В этом Секторе Полно Злых Роботов Прежде чем Двигаться Дальше Надо Вернуться В Вездеход Я Сделаю Тебе Новые Части Получше Вот Вот я Хотела Да Ну Давайте Вот это Сделаем Ладно Виолет Пошли Мы Второе Перемещение Окей Да Так Подожди Блин Она Прикольная Так Ну сейчас У нас все Брахло Автоматом Нам обещали Скинуться Давай Тебя Прокачаем Мак Да Продолжить Продолжить Так Виолетка Теперь с нами Наша Хибара Давайте Прокачаем Посмотрим Что мы сможем Господи Я постоянно забываю Что здесь Надо задерживать Так Изучить схемы Для Мака Вот теперь Я могу Вот эти красные Все изучить Ну Выглядят они Как красные Я имею ввиду Так 7 10 13 А здесь 5 6 8 Это лучше Головенки Вот это лучше Естественно Белая лучше Короче Чем красная А синяя А синяя Блин Еще лучше Едите И нам На синяя Хватает А что А что Сделать Я даже Не знаю Ну давай Ну блин Это кто Это Белый отросток Синий отросток Давай сразу Синий сделаем Бинго Блин А что Так дофига То всего Господи Я качаю Одно Оказывается Что у меня Есть еще Другое Так 13 11 6 13 13 33 Это Бульдожик Это Французский Бульдог Смотря Это Овчарка Ну Синий Круч Пока что О да И все В общем-то На этом все Закончилось Черт Я много Одинаковых Вам деталей Сделала По итогу Так Ну ладно Я доработаю Мак Сейчас мы Посмотрим Уровень А уровень 10 лет Едите А я не обратила Внимание Только белая Башка Пока что Прикручивается Подожди Подожди Отмена А ну Сохранить Подожди А я хотела А вот же Господи Я забыла Как это делается Уже Так Ну Что-то с ногами Я профукала Конечно Ой С руками Так А Синяя Эй Блин Ну понимаешь Я не обратила Внимание На то что Там 10 уровень Нужен А где-то Это написано Было Ну-ка А ну вот Уровень Ядра Бота 10 Блин Мы потратили На улучшение Которое мы не можем Надеть Дура Ну ладно Так Что там Вот тут А как-то А может Их надо Экономить Вот эти штуки Или не надо Наверное Нет Просто Вот одно ядро И ты Как бы Его можешь прокачать По максимуму А может Не качать А сколько Ой Слушай У них дохрена На самом деле А что я А для чего Они еще Используются Вдруг Я сейчас Все потрачу Вот Как бы Да Вот так Пускай будет Ну фиг знает Шестой уровень Ну допустим Запас Это барахнишка В этом все Измельчить Объединять Что я получила Прочные Фиговины Ну-ка Ну-ка Подожди Для белых ног Что мне там надо Это было Изношенные Заклепки Одна Изношенные Клапаны Один Но ноги у нас есть Мам Да Так Здесь тоже Заклепки И клапаны Один Один Заклепки Клапаны Заклепки Клапаны Обшивка Бинзы Они и так Изношены Но у них нет Просто тупо Накладки Перекладины Пружины Ну хотя нет Заклепки Ну вот она Есть одна Ну нет У меня их Просто тупо Нет Ладно Ставь на других Напарников Да господи Слушай Я думаю К тому моменту Как у нас появятся Другие напарники Мы еще Найдем Вот какой красавец Теперь разберемся С сигналом Левый он Синенький Такой Классный Ой Ну на самом деле Я думаю На этом моменте Имеет смысл Приостановить Первый взгляд Игрушка клевая Слушай Я не знаю У меня вообще Что-то зашло Хорошо То есть она такая Знаете Я не знаю Как это описать Она воспринимается Такая Как полупесочница Я не люблю Песочница Там где Нет сюжета Где-то Ну как Где он есть Но такой Размазанный Где ты именно Выживаешь Вот как В каких-нибудь Сабнатиках Вот не мое А тут как бы Открытый мир Ты вошкаешься Что-то бегаешь У тебя даже домик свой есть Куда ты можешь Хабарсу Приходить И это как-то Ну не знаю Уютненько Мне вечно не хватает В открытых мирах В играх Для персонажей Домика Где они могут сидеть Что-то делать Копошиться А здесь он есть И это меня радует Как же не писать Не писать Что-то за песка Хоть засыпся Ну да Как бы И в этом плане тоже То есть такая пустынка У тебя есть ситуация Какая-то Да проблема Тебе нужно ее решить Ты ее решишь Походу дела Узнаешь историю мира И еще и главгат есть Ну куда же без него Механики клевые Боевка классная Боссы челленджевые Особенно если Что-то там Где-то не успеешь Разглядеть То что там За секунду До счета Открывается рота И ты можешь Что-то сделать А даже если Ты увидишь Еще не с первого раза Получится Это конечно С одной стороны Это бесит Конечно такие вещи Но с другой стороны Это челленджевые То есть Босс реально Ты воспринимаешь его Как босса То что Блин это какая-то Большая елда Которая стоит И можете убить Или с ней Нужно еще попариться Это здорово И блин Это классно Так что я думаю Мы пройдем Эту игрульку Будет интересно Посмотреть Что тут По итогу То случилось Потому что Другой мир Другая планета Да Приехали Терраформирование Проводить Столь популярное В последнее время И что-то пошло не так Опять какая-нибудь Иишка Ну да Ну вы поняли Ну это прикольно Я по Хорайзену На самом деле Скучаю И вот эта игрулька Она немножечко Дает возможность Вспомнить Как это было прекрасно Играть в Хорайзен В общем Это здорово Но на этом моменте Мой первый взгляд Приостановим Тем более Два часа Он уже идет И продолжим Уже В следующих Сериях Уход Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok